В Петропавловске полицейские продолжают проводить разъяснительные работы с населением. Сегодня очередной площадкой стал Центр обслуживания населения. Стражи порядка вместе с прокурорами и работниками ЦОНа призвали людей подключить блокировку кредитов для предотвращения интернет-мошенничества. Чтобы не стать жертвой мошенничества, в приложении ЕГОВ есть такая услуга – добровольный отказ от получения займа. Соответственно, если вы подключите эту услугу, то мошенникам намного сложнее будет оформить уже банковский займ. Семье Долгановых из Казалжарского района недавно позвонили якобы из банка. Аферисты старались нушить людям, что кто-то берет займ на их имя. Просили установить незнакомое приложение, а также пытались узнать личные данные. Снова опять это же самое. Вам код приходил? Я говорю, ну пришел. Она, ну вы мне код продиктуйте. Я говорю, ну вообще-то там написано, что код нельзя кому-то говорить. Ну это третьим лицам нельзя, нам можно. Не подавшись на уловки мошенников, супруги решили приехать в областной центр и лично посетить отделение банка, чтобы убедиться в том, что их счетам ничего не угрожает. Полицейские специалисты соответствующих служб напоминают, добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов оформляется на 6 месяцев. Это снижает вероятность стать жертвой обмана. Чтобы потом продлить, чтобы себя безопасить. Своим родным, близким тоже говорить, что можно воспользоваться такими словами, соседкам своим. Всего с начала года в области зарегистрировано 264 факта интернет-мошенничества из НИ-99 по схеме звонка из банка. Полицейские убедительно просят граждан избегать установки незнакомых приложений, не распространять личную информацию. Реальный срок лишения свободы получил подросток, работающий на интернет-магазин по продаже наркотиков. 17-летнего студента колледжа задержали в ноябре прошлого года. При обыске у него изъяли 50 граммов наркотического вещества, что является особо крупным размером. Задержанный активно сотрудничал со следствием. И на момент вынесения приговора ему еще не исполнилось 18 лет. Учитывая это, суд счел возможным снизить срок наказания. Приговор вступил в законную силу. Полицейские напоминают, что в среднем закладчики успевают поработать на наркоторговцев не более трех месяцев. За сбыт наркотиков в особо крупном размере законодательством предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Изменения в законодательстве в рамках криминализации семейно-бытового насилия вступят в законную силу с 15 июня текущего года. Теперь такие составы, как умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, переведены из административного кодекса в уголовный. Кроме того, введены новые статьи «Сексуальное домогательство в отношении лиц, не достигших 16 лет» и «Пропаганда самоубийства». Сотрудники подразделения областного департамента полиции обсудили предстоящие особенности уголовных производств с представителями прокуратуры, юстиции и судебной системы. Основные изменения коснулись ужесточения наказания за правонарушение в отношении женщин и детей. Введен перечень статей, связанных с насилием в отношении женщин и детей. При этом данные статьи не подпадают под перечень преступлений, по которым возможно изучение более мягкого наказания. В рамках круглого стола поставлены вопросы оптимизации следственных процедур, недопущения волокита в уголовном процессе. Стороны выдвинули предложения по взаимодействию для наиболее эффективной реализации прав и законных интересов всех участников уголовного процесса. В областном департаменте полиции состоялось очередное заседание ведомственного консультативно-совещательного органа. На повестке – обсуждение актуальных вопросов общественной безопасности. С наступлением летних каникул основной темой стала безопасность подрастающего поколения. Стражи порядка отмечают, по итогам первых месяцев года число преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось с 10 до 6. За отчетный период несовершеннолетним воспитывающимся в неблаговолучных семьях преступлений и правонарушений не упущено. В нашей стране организован телефон доверия для детей, подсадавших от насилия, жестокого обращения или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Круглосуточно по телефону 111 можно получить информационную, консультативную, психологическую помощь и сообщить о фактах нарушения прав ребенка. Обсудили на встрече также и проводимую профилактику. Полицейским порекомендовали усилить интерактивное, эмоционально заряженное взаимодействие с подростками. Вторым важным вопросом стала организация дорожного движения на улицах, которые связывают густонаселенный район Береке с центром города. Заострили внимание на необходимости установки новых и замены ряда старых искусственных неровностей. Закрытие этого вопроса у нас всегда уже, и все, чтобы нужности вложить, полностью 100% могли обеспечить снижение скоростного режима именно возле детских учреждений. По итогу вынесли предложение местным исполнительным органам проработать вопрос реконструкции и организации одностороннего и двустороннего движения на ряде улиц, закрыть вопрос с искусственными неровностями. В апреле текущего года под поезд попала 65-летняя жительница села Осаново. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. Женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Это одно из самых частых нарушений на железной дороге. Линейные полицейские продолжают профилактическую работу. С начала месяца проводится операция правопорядок. За несколько дней зарегистрировано свыше 60 административных нарушений. В настоящее время сотрудниками линейного отдела полиции на станции Петропавловск в круглосуточном режиме отрабатываются населенные пункты, расположенные вдоль железнодорожных путей, станции, перегоны. С начала текущего года нами выявлено около 1300 административных правонарушений. Около 300 человек прилетели к административной ответственности в виде штрафа. Остальных мы предупредили. Сумма наложенного штрафа составляет около 9 миллионов тенге. И процент взыскаемости в настоящее время составляет 80%. Половина из 60 нарушений – переход через железнодорожные пути в неположенном месте. А во многих случаях еще и в алкогольном опьянении. Сотрудники линейного отдела полиции настоятельно просят жителей и гостей области соблюдать правила безопасности. Прокуроры области выявили грубые нарушения законодательства о государственных закупках. Должностные лица городского отдела ЖКХ в нарушении законов проводили закупки по строительству объекта на сумму 3,6 миллиардов тенге без указания адресов и объемов работ. Похожий случай и в районе Шалакына. Там отдел экономики и финансов проводил закупку по асфальтированию придворовых территорий на сумму 57,8 миллиардов тенге без указания адресов и объемов работ. А в Есельском районе отдел ЖКХ проводил закупки по приобретению угля на сумму 113,8 миллиардов тенге с указанием конкретной марки закупаемого товара, что является недопустимым, отмечают служители Фемиды. По протестам надзорного органа вышеназванные закупки отменены. Принимаются меры по привлечению виновных лиц к ответственности. В Петропавловске проводили на службу призывников подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям. Всего 20 человек. Среди них и бывший студент СК ППК Диас Канатулы. Решил отсужить в городе Алмата войска МЧС, потому что я закончил специальность пожарной безопасности. И хочу дальше пойти по этой специальности, до офицерского звания дойти. И вот добровольно решил отсужить. По традиции провожали торжественно с оркестром. Также на плацу областного военкомата призывники и их родственники ознакомились с техникой и спасательным оборудованием. Профессия спасателей, она благородная. У нас только за последние три года в четырех частях, которые расположены у нас как в городе Алмате, на востоке, на западе, а также на территории Карагандинской области прошли срочную службу порядка 120 военнослужащих, которые прошли службу с достоинством, участвовали в проведении ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе на территории города Петропавловска, Козылжарского района, а также в других регионах нашей республики. С целью популяризации профессии спасателя для солдат срочной службы существуют льготы, благодаря которым после завершения обучения могут продолжить работу в воинских частях, а также в подразделениях органов гражданской защиты Североказахстанской области.